Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 2014 год объявлен Годом культуры, а это значит, что впереди нас ждет множество интересных событий. Музеи, театры, выставочные залы окажутся в центре внимания. Но совсем недавно по Рязани пролетел слух, что у нас даже появится новый музей. Эта идея принадлежит Михаилу Крылову и Игорю Павлову. Сегодня они у нас в студии. Добрый день! Добрый день! Ну вот, музей, квартира Пушкина в Санкт-Петербурге на Мойке. Музей Сергея Есенина в Константиново, где он родился. Пушкин в Петербурге жил. Это все понятно. Но почему музей Гребенщикова в Рязани? Насколько я знаю, здесь он только концерты свои давал. Вы знаете, на самом деле Борис Гребенщикова и Рязань очень многое связывают. Например, в 1992 году второй раз собрался аквариум после распада. Как раз из-за того, что Борис Гребенщиков имел намерение поехать в Рязань с гастролями. Ну а заодно здесь снял клип в Рязанском Кремле, который существует. Мы его нашли. Ну и дал много интервью. И вы знаете, на самом деле в Рязани, как и во всей стране, очень много поклонников творчества Бориса Гребенщикова. И он настолько, ну скажем так, отстоит от традиционной, скажем так, музыкальной культуры, что мы решили, что в принципе уже, и плюс еще был юбилей, ему в прошлом году, вот 27 ноября 2013 года, исполнилось 60 лет. И мы просто посчитали, что уже вполне можно делать музей, причем это первый музей в России. Ну музей предполагает некоторые экспонаты. Насколько я понимаю, вот мы сейчас их лицезреем здесь. Если можно, чуть подробнее расскажите о самых интересных. Давай, Игорь. Я, наверное, начну не с экспонатов, а начну с самой концепции музея. Дело в том, что наша задача не сделать очередной фан-клуб Гребенщикова и фан-клуб Аквариума. Таких фан-клубов существует множество. У нас музей называется «Аквариум и Гребенщиков в Рязани». То есть все, что связано с Рязани. Это приезды сюда, концерты, это какие-то материалы, которые там дарились кому-то. Или материалы посвященные, рязанские материалы посвященные Гребенщикову. Потому что очень много коллективов у нас, групп, исполняют его песни, например. Есть клип снятый здесь, есть множество газетных вырезок, всяких каких-то фотографий, автографов личных, каких-то даже вещей есть. В общем, задача такая – собрать в наш музей именно все, что связано с Рязани. В этом будет его эксклюзивность, в этом будет его и ценность. То есть мы надеемся, что и ценители, и любители аквариума по всей стране, в том числе и в самом Санкт-Петербурге, обратят на нас внимание и тоже самое будут обращаться в наш музей, скажем так, за какими-то определенными экспонатами. Потому что что-то есть только эксклюзивно у нас. Теперь перейдем к, ну, как бы, что у нас будет. Сегодня, естественно, в студию мы все не принесли. Потому что идея возникла совершенно абсолютно недавно. Воплощаться она начала еще более недавно реализовываться, материализовываться, скажем так. И поэтому материалы только начинают появляться. И каждый день они появляются, их все больше и больше. Например, я сам с большим удивлением обнаружил, когда в группе ВКонтакте, у нас существует теперь группа, со временем и сайт будет, и, естественно, и сам музей будет, вот, ну, помещение и все с экспонатами, обнаружил для себя фотографию уникальную, где Евгений Коширин стоит с Гребенщиковым, он проводил экскурсию. Я даже забыл об этом факте, хотя сам организовывал этот концерт, сам там рядом стоял, грубо говоря, за кадром этой фотографии. Но уже этот факт забыл, это был 92-й год, сколько времени уже прошло, 22 года прошло. И, а вот эту фотографию увидел и сразу все это вспомнил. У нас Евгений Коширин проводил такую экскурсию по старой Рязани, по каким-то таким интересным местам, вот, для музыкантов аквариума. Потому что они тогда приехали к нам на целую неделю, и у нас все дни были расписаны там, и жили мы за городом в Солочи, и посещение было и музеев, и Пощупово там, и все на свете, и съемки клипа. И поэтому вот забываются такие факты, которые сейчас начинают всплывать. То есть я даже не знал о существовании такой фотографии. И я думаю, что вот таких материалов сейчас будет появляться все больше, больше, больше. Поэтому, ну вот, сегодня мы в студии так вот взяли только, ну, что-то такое, скажем так, начальное. Я думаю, что вот буквально сегодня я нашел у себя, скажем так, на антресолях уникальные, я думаю, это вообще самый раритетный экспонат будет в музее. Это магнитоальбом, вот эта магнитофонная пленка, самая настоящая катушка магнитофона. Раньше же все это сам издатом издавалось, это сейчас у нас диски, альбомы, студии. Вот. Это синий альбом, это первый альбом, официальный первый альбом группы Аквариум. Ну, в общем, целая история его возникновения, как Андрей Тропила, значит, музыкантов Аквариума, протаскивал в детский центр творчества, где это все записывалось. Где Тропила тогда работал под видом пионеров, они уже давно были не мальчики, эти ребята. Вот. Под видом, что это кружок радиолюбительства там происходит. На самом деле они записывали вот этот вот альбом. Как он создавался? Ну, приходил Гребенщиков на студию, записывал какие-то свои песни. И в тот момент, кто там рядом находились, они ему подыгрывали. И вот, поэтому состав был неопределенный, но, тем не менее, в результате получилось, что в записи альбом приняло участие 4 человека. Вот. Они пошли к своему другу в подъезд, сделали там фотографии в лифтовой шахте, наклеили их сюда. Да, то есть вот это та самая катушка, которая записывалась руками Гребенщиков в 1981 году. Наклеивалась на клей-момент. Бумага у них была из детского набора, только синего цвета. Поэтому альбом стал называться «Синим». Синий альбом, он так и называется, вошел в эту историю. Отлично. Есть у вас замечательные идеи, есть экспонаты. Вы уже планируете, в какое время это будет, где это будет, или пока еще ничего не ясно? Вы знаете, на сегодняшний момент мы рассматриваем несколько помещений, где можно выставить полную экспозицию нашего материала, музея. Но пока еще нет идеального помещения, которое бы соответствовало. И плюс мы хотим выбрать такое место, где было бы много не только рязанцев, прохожих, но и какой-то смысл был для того, чтобы развивался туризм. Ну, например, мне очень нравится улица Почтовая. Я сейчас еще работаю над проектом, создание как бы такого рязанского Арбата, где постоянно будут играть музыканты, будут художники выставлять свои картины. И вот где-нибудь поближе хотелось бы там сделать музей. Я хотел бы еще, знаете, о чем сказать? Не каждому открывается творчество Бориса Гребенщикова, и не каждый понимает его творчество. И мне иногда задают вопрос, а почему именно Гребенщиков-то вообще? Ведь много же достаточно известных других, там Вертинский, Высоцкий, можно долго перечислять. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что лично я соприкоснулся с творчеством Гребенщиков в 1982 году, когда приехал в радиоинститут, поступил. И мы в общежитии пели все эти песни, которые сейчас у меня на слуху. И с того времени мне, а так как натура у меня бунтарская, и мне понравился именно подход его, такие, знаете, как это правильно, не знаю, как правильно сказать, но иносказание такое. Он всегда создает какую-то интригу. И я даже где-то сравниваю его творчество, как такого, наверное, вот есть Сальвадор Дали, импрессионист в искусстве, в живописи. А в музыкальной культуре, наверное, все-таки экспрессионист этот Гребенщиков. И недавно приезжала сюда, была здесь выставка в художественном музее, графики Сальвадора Дали. И я зачитаю прямо вот, мне кажется, что эти слова, отнесенные к Сальвадору Дали, очень подходят к Борису Гребенщикову. «Мистик и сюрреалист, он настойчиво заглядывает в подсознательное, стараясь проследить его движение. Его мысли и образы дарят свободу форме и содержание». Мне кажется, это замечательные слова, которые подойдут как раз эпиграфам к музею. Мы вам желаем удачи в вашем начинании. Спасибо большое, что сегодня нашли время и встретились с нами. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.